По центральной улице Елизова и пешеходным переходам. Традиционно собачьи упряжки бегут прямо по городу. Снег на трассу засыпают незадолго до появления каюров. Горожане включают камеры телефонов, а волонтеры охраняют трассу. 16 упряжек, 10 лыжников. Победительницами в своих категориях стали Наталья Орехова и Галина Климова. Городской участок гонки дается нелегко. Собаки проваливаются по корпусу, ты проваливаешься по колену. Там этот отрезок тяжелый, тяжеловатый был. В принципе, через дорогу было хорошо, нормально прошли. Единственное, что на гаражах получилось, что немного не хватило поворота и пришлось завалиться, как говорится, набок. На склонах долины Уюта прошли соревнования по сноукроссу. В заездах участвовали райдеры на традиционных снегоходах и модифицированных сноубайках. Трасса петляла по склонам сопки, на котором в этом году оказалось маловато снега. Технически, да, сложно. За счет того, что большое количество ям, ты то есть постоянно балансируешь. Но сноубайки это потяжелее, поскольку спереди только одна лыжа. Но, тем не менее, в этом году больше участников 10 человек, так что едем все вместе потихоньку. В джип-триале машины поделились на традиционные категории «Туризм и спорт». Внедорожникам за 10 минут нужно было прорваться через снежный ров и выбраться из всех ям. Бросай их, езжай уже, у вас минута 20. Испытать навыки и подвеску решились водители подготовленных внедорожников, хотя среди них был и экипаж «Тойоты Короллы». Из обычного седана парни решили сделать вездеход. Лифт полный. Ну, сами видите, какая она по высоте колеса. Ну, проставок нету по подвеске, только на расширении колес. А остальное все делалось. Как впечатления трассы? Ну, трасса, конечно, сложная, но пойдет. Кое-где были затупы. Для гостей праздника работали аниматоры, фотозоны и развлекательные площадки. На трех сценах выступали творческие коллективы края. Гвоздем концертной программы стала шоу-группа «Секрет-сервис», которая стала первой зарубежной группой, выступившей на Елизавском спринте. Александра Радченко, Александра Галдина, информационное агентство «Камчатка».